Минский приход в честь иконы Божьей Матери и всех скорбящих радость в память жертв Чернобыльской аварии отметил свой храмовый праздник. Божественную литургию возглавил митрополит Минский Слуцкий Филарет, патриарший экзарх всей Беларуси. С подробностями наши коллеги из белорусской столицы. Когда над нашей Беларусью разразилась чернобыльская беда, которую весь мир воспринял как явление апокалиптическое, предстоятель Белорусской Православной Церкви митрополит Филарет призвал народ к покаянию и благословил строить храм в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость, чтобы заступничеством Царицы Небесной противостоять коварному и невидимому врагу радиации. И вот мы видим, сколько людей пришло на этот праздник, возмести соборную молитву перед чудотворным образом, получить архипастерское благословение. После совершения Божественной Литургии Владыка Филарет обратился к присутствующим. Воистину, это доименование чудотворного образа отвечает настроению наших душ и сердец. Всех скорбящих, нуждающихся, страждущих, болезнующих, чающих помощи Царицы Небесной. 26 апреля 1991 года был освящен закладной камень будущего комплекса. В 92-м начались богослужения в резентовой палатке. Этот опыт подхватили затем многие приходы. Летом 95-го была построена крестильная церковь в честь преподобной Евросиния Полоцкой. Это был первый православный храм, возведенный в столице после 1914 года. И нам удалось с Божьей помощью, это очевидно, я могу повторить, что Господь, конечно, помогал, вразумлял, подсказывал, каким образом организовывать этот новый приход, общину. Ибо принцип был, это действительно общинного устроения прихода, то есть такого, как бы, семьи православной. Это именно какой-то самоотверженный подвиг каждого из тех, кто впервые пришел в наш приход. Из древней церкви православные строились всем миром, причем многие не от избытка жертвуют средства, а по зову – сердца. Заработали немножко денег наши предприятия, которые были, кооперативы, которые были созданы инвалидами. И вот за счет отчисления этих предприятий и кооперативов мы купили фундаментные блоки для, и передали в дар в новостроящегося храма. «Я буду всегда помогать церкви», – говорит Зинаида Николаевна Сосновская, директор социальной парикмахерской. С 92-го года мы регулярно, ежеквартально перечисляем деньги на строительство храма. Тем самым поддерживаем, как бы, и строительство храма. И вот наше сотрудничество продолжается и будет еще, наверное, продолжаться, пока не построится храм. Сегодня я получила награду из рук Его Высокопрещенства Филарета. И, конечно, я безумно счастлива. И благодаря, наверное, и отцу Игорю, и Филарету, ну, это награда, это нет слов, это очень высокая награда. Действующий на сегодняшний день храм не смог вместить всех желающих. И сейчас все силы направлены на то, чтобы в будущем году престольный праздник проходил в новом соборе. В честь иконы Царицы Небесной всех скорбящих радость. Над пятью куполами Его вознеслись уже золоченые кресты. Завершаются кровельные работы. На повестке дня – внутренняя и наружная отделка. Нина Цирульник, Матвей Родов, Минская епархия, информационный портал Соборбай, для телеканала «Союз». Субтитры создавал DimaTorzok